Всем привет, с вами как обычно я Ишпич. Сегодня я вам расскажу о способах поднятия актива на вашем YouTube-канале. И перед началом ролика я хочу вам немного рассказать о новом паке художника и по совместительству ютубера Карум Эсей. В аннотациях я оставлю ссылку на ее видео, где она рассказывает про пак, а мой отзыв о паке вы также можете найти в моем сообществе. Пак относительно недорогой, и он полностью окупит свою цену, даже не сомневайтесь. Загляните в мое сообщество и на ее канал после просмотра этого видео. Спасибо за внимание, а теперь мы переходим к главной теме ролика. Как вы наверное по своему личному опыту знаете, если вы ведете канал, потерять актив это одно из неприятных происшествий связанных с вашим каналом. Вы вкладываете все свои силы в создании видео, но в итоге вас активно смотрит лишь ваш хомяк и друг из соседнего подъезда. Даже на такие случаи найдется уйма решений. Итак, первый способ, пожалуй, самый банальный, но один из самых полезных, снимайте то, что сейчас наиболее актуально. И нет, я не говорю о том контенте, который многим нравится, а многим нет, например Гэй Лав Стори. Я ничего не имею против подобных жанров, но большинство гачи видео с такой тематикой уж крайне неприятно смотреть, или же неожиданные приезды собаки родителей, сестры и тому подобное. Снимайте что-то оригинальное, например мини-фильмы с такими интересными сюжетами и названиями, которые ни разу не повторялись до вашего появления. Почти все известные сейчас гачи-туберы прославились благодаря ним, например, живые примеры Лис и Шени. И поверьте, мини-фильмы и подобного рода контент наиболее интереснее и приятнее смотреть, чем подборки интро или аутро на конкурс. У каждого сугубо личные предпочтения, но поскольку мы рассматриваем тему актива, за счет гачи-фильмов отдача от аудитории будет огромная. Второй способ, пожалуй, отличное дополнение ко всем способам, которые только могут быть. Пишите много комментариев гачи-туберам и, пожалуйста, по теме. Так как если вы будете попрошайничать подписки или заниматься взаимками, то вероятность того, что ваш актив увеличится, будет намного меньше. Иметь мертвых подписчиков, не в буквальном смысле, очень плохо. Да и в буквальном еще хуже. Попытайтесь заинтересовать людей в комментариях своей оригинальностью, и скорее всего они зайдут на ваш канал интереса ради. Я очень часто захожу на каналы новичков в комментариях и подписываюсь на них. Так что не сомневайтесь, если писать популярным гачи-блогерам и попадать в топы комментариев, то к вам обязательно придет хоть какая-то аудитория. Третий способ, организуйте масштабный конкурс, или сами участвуйте в таких. Это тоже принесет нехилое количество просмотров, особенно на вашу работу, сделанную для организатора. И даже если вы не выиграете в этом конкурсе, к вам все равно придет аудитория, и может быть даже постоянная и очень активная. Четвертый способ, познакомьтесь с другими гачи-блогерами. Но пожалуйста, не дружите с ними только ради популярности, из этого ничего не выйдет, и мнение о вас только испортится. Если вы будете состоять в какой-то компании, то вы раскрутите свои каналы быстрее. Все будет работать как сарафанное радио. Вы будете помогать вашим друзьям и знакомым, и заведете общих друзей, и живых подписчиков станет больше. Пятый способ, и наверное самый правильный. Не спешите гнаться за популярностью, она сама к вам придет, если вы действительно ее заслужили. Всему свое время. Я набирала свою тысячу подписчиков еще в 2019 году, и в итоге набрала ее с периода конца января по середину июня. При том, что актив у меня был маленький для такой цифры. Снимайте качественный контент, пишите много тегов по этой теме, раскручивайтесь за счет рекламы популярных личностей. Да, она стоит денег, но ведь они такие же люди, как и вы, и им тоже не с небес свалилась популярность. Поэтому они вынуждены брать хоть какую-то оплату за свой труд. Подводя итоги, хочу сказать, что не надо ныть или уходить из-за нехватки внимания в сторону вашего творчества, вы только оттолкнете этим своих зрителей. Много старайтесь, и вам удастся завоевать вашу желанную популярность. Ну а с вами была Иш Пич. Всем удачи, и не забудьте про тот самый Пак Карумы Сэй, о котором я говорила в начале.